Всем привет, с вами Мосс. Монтирует совместные видео Тающий Морок, честно вам скажу, ребят. Но вы просили больше Моссдрафта, и я сделал для вас очередную серию. Пока я клипал этот видос, то почти не ел, почти не спал, у меня на голове вырос вот такой куст. Но по-моему ролик получился очень позитивный, так что приятного просмотра. Устал от скучной и недоходной работы? Учись играть в покер. Академия покера научит тебя зарабатывать игрой, стабильно и без риска. Всем подписчикам канала Бонус. Три индивидуальных занятия в подарок. Ссылка в описании видео. Братан, подожди, я камеру попробую. Хорошо, что камеру. Почетным четвертым участником Моссдрафта стал Джефф, более известный вам по каналу Бабатумба ТВ. Обязательно после этого ролика переходите к нему на страничку, зацените контент и обязательно подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Привет, Джефф. Здорово, дружище. Очень рад тебя видеть у себя на канале. И приветствую тебя за Дбаку и мужество сразиться в Моссдрафте. Привет, дружище. Да, я тоже рад, что попал к тебе на канал. Давай же, наконец-таки приступим. Ты, оказывается, первый в этой рубрике, у кого больше. Старик, ну больше подписчиков, ты понимаешь, я же как бы про это отращу. Мы, разумеется, вырезаем этот момент, просто вырезаем, рубим на корню. Это нельзя, нельзя. Нас всех уволят и расстреляют. Вкратце я тебе и зрителям расскажу правила. Ну, правила я на самом деле буду за кадром рассказывать, поэтому хрен тебе. Ты их и так, наверное, знаешь. При подборе каждой позиции в стартовом составе участник тащит одну из пяти карт колоды Моссдрафта и следует указанным на ней критериям. Замены и резерв подбираются самостоятельно на свой вкус. После этого у игрока есть еще три возможности улучшить состав, выбирая карты уже из второй колоды Моссдрафта. В итоге решает все не только удача, но также знания и умение быстро решать непростые ситуации. Ты должен быстро за пять секунд ответить, ну, довольно-таки протецкий вопрос о FIFA. Давай. Какой рейтинг в этой FIFA у поля Пагбы? 88. Годится, годится, сам выбирай схему. Так, естественно, я возьму себе 4-3-3 атакующую. Мне она нравится больше. Ты такой оригинальный? Да, я знаю. О, господи. Помис Козин. Парниша с пальцем во рту. Прекрасно. И у меня в руке 5 карт. Тебе надо выбрать одну. Давай третью. Третья карта. Мне кажется, тебе не очень повезло сразу. Да ладно. Это груженая баржа. Это самый медленный игрок. О, господи. Самый медленный... О, да ладно. Самый медленный игрок здесь Миссут Юзил как раз-то. Ого. Welcome to my team, брат. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Я паю. Так, ФРВ. Раз Игуаин пятый, давай пятую карточку. Отлично. Пятая карточка это... Болт Усейна. Как ты думаешь, что это? Ну, что-то связанное со скоростью, наверное. Действительно, это самый быстрый игрок. О, Джимми Варди. Слушай, мне пока все нравится. Слушай, можешь просто вообще завязать с этой колодой, и ты будешь так собирать, как тебе нравится. Что-то я просто смысла в этом как-то не вижу пока что. К чему эти формальности, братан? Так, давай карточку под номером три. Карточка под номером три. Это союзник НАТО. Это игрок из самой западной страны. Ты, Адвус, помнишь, Джев? Я вообще не помню. У меня по географии... Нет, по факту у меня по географии пятерка. В итоге, кого мне брать, братан? Ладно, ладно, ладно. Я не буду томить тебя. Но Аргентина, разумеется. Аргентина, если посмотреть на карту мира, это самая западная из стран, которые... Слушай, слушай, я уже рад. Может быть, драфт 190 получится? Не мелочись. Давай 192. Окей, тогда идем, выбираем алфа. Давай, карточка под номером два. Я надеюсь, выпадет самый улыбающийся игрок. Это Балетмейстер. Это игрок с худшей физикой. У тебя на выбор есть два игрока. Неймар либо Нани. Абсолютно верно. Какой больше нравится? Естественно, Неймар мне больше нравится. Удивил. А Нани потом будет тихонько в уголочке плакать. И спрочит. Так, идем дальше. Да что ж ты будешь делать? Серьезно? Давай карточку под номером один. Карточка под номером один. Он не определился. Здесь, на самом деле, эта карточка не подойдет, потому что это игрок без телесыгранности. Я тебе предлагаю вытащить еще одну из четырех. Тогда номер два. Номер два. Это серая мышь. Это игрок, который в шеренге по росту будет посередине. По-моему, это и есть. Почему это, Кокки? Ну смотри, у него высокие ворк рейты везде. Он будет отрабатывать за всех грешных. Ладно, ладно. Надеюсь на миссии Неймара. О, но здесь лучше для мужчины нет. Это бельгийц жилет. Карточка под номером четыре. Карточка под номером четыре. Это неплохо. Это настоящий комсомолец. Это игрок с лучшей суммой статов, скорости и удара. 70 плюс 8, 150. Вот, правильно. Вот. Это явно больше, чем у всего остального. Да, абсолютно верно. Джефф, ты меня приятно удивил, потому что твои предшественники конкретно залипали с этими подсчетами минут на цать. Я вообще по образованию инженер, брат. О, мощь. Ладно, давай, правый защитник. Тут мне подойдет кто, не знаю, кто, кто-нибудь. Давай номер пять карточку. Карта номер пять, это друг логопеда. Это игрок с самой сложно произносимой фамилией. Я думаю, Хуан Франк. Ну хорошо, ладно, 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 ладно. Месси, Месси просто люто аплодирует твоему выбору и показывает большой пальчик, типа, все правильно, Хуан Франк самый лютый. Так, идем дальше. ЦЗ, давай карточку под номером три. Вон, Абрахан. Тут есть чувак. Карточка под номером три, это горячая кровь. Самый черный? Практически. Это игрок из самой южной страны. Ну я же говорю, самый черный. Ты не спеши, ты не спеши. На самом деле, на самом деле не все так очевидно. Почему? Камерун самый, самый, самый юг, я считаю. Ну, а тебе не кажется, что Аргентина-то южнее? В Камеруне жарче. Жарче, но Аргентина южнее. Ты хотел Абрахама? Это он. Я не хотел, я просто так сказал. У тебя лютые охранники. Он охранник-охранник, но они на разных фирм работают. У них красный линк. Конкурирующие чопы. Ладно, идем за вторым центральным защитником. Ух, тебя гуси. Оу, да ладно. Так. Так, карточку под номером четыре. Неплохо, наверное. Это карточка Звездная болезнь. Это игрок с наивысшей суммой звезд на финтах и слабой ноге. Так, три-три. Это минус точно. Это точно минус. Три-три и рамос. Три-три. Я могу выбирать любого. Поэтому, естественно, я возьму рамоса. И сделаю вот так. И у меня тут ху-ху, капец. Ну, я тебя немножко разочарую. Тебе придется вернуть их пока что обратно. Двигать права нет. Ты расстроился хоть? Потому что я черный, да? Ох уж эти твои шутки. Расистские. Надо на тебя подать в суд за это. Братан. Нет, это я могу подать на тебя в суд. Нет, ты сейчас притеснил мои чувства. Ох, здесь тоже есть персонаж, которого я хотел бы видеть у себя в тиме. Поэтому выберу карточку под номер три. Это латентный веган. Это игрок с наименьшим весом. Чисто на глаз. Как ты считаешь, кто из них самый хлюпик-дохлик? По мне это точно не вра. Черные все здоровые. Это либо Монреаль, либо Филипп... Нет, если по лицу смотреть, то это однозначно Филипп Луис. Посмотри. Господи, что с шейкой, как у гуся? Верю. Верю. Доверяю. Ладно. Опять же, это, конечно, испанская лига. Это еще подстава, я понимаю. Все в порядке. Ребят, ты знаешь, вот ты так еще подозрительна, вот когда что-то хорошее там начинает случаться, ты так притихаешь. Ну так зачем кричать, братан? Так, давай-ка выберем вратаря. Что у нас тут? Шмейхель, Перин, Альвес, Касилис, Иньяма. Карточка под номером два. И под эту карточку ты сейчас подгонишь, разумеется, Альвеса. Ладно, не суть. Эта карта покером не увлекается. Это игрок с лучшим пасом. Ну, разумеется, у вратаря на карточке паса нифига нет, поэтому, ну, смотри, что там, где пас. Мне кажется, это Альвес, потому что бразильцы, они самые техничные, в принципе. Игра ногами, это где? Это не то, что мне надо, братан. Шмейхель, я надеюсь, ты у нас акробат. Не только по статам, но и по факту. И у тебя аж целых лютых 74 сыгранности, что, по-моему, пока что и рекорд Моздрата. У тебя будет возможность все это улучшить, но для начала тебе надо самому, на свой вкус и цвет, собрать замены и резерв. Давай, я жду, погнали. Я собрал баночку, могу ли я уже вносить изменения или нет? Итак, собственно, по поводу изменений. У тебя будет три возможности как-то улучшить твой без того неплохой состав. Тебе, опять же, нужно будет тащить одну из пяти карт и следовать четко инструкциям. Ты готов? Да! Карточка под номером четыре, брат! Карточка под номером четыре — это триумф дипломатии. Это замена игрока из стартового состава на игрока из клуба принципиального соперника его команды. Мне кажется, Лестера принципиальный соперник Реал Мадрид. Ой, нет! Блин, что за сыгранность? Нет, не хочу я так делать. Нет. Слушай, у меня же три варианта, а я могу этот не использовать первый? Можешь, можешь, твоё право. Давай тогда сразу за вторым. Карточка номер три. Карта номер три — это насущная европейская проблема. Это миграционный кризис. Как думаешь, что это такое вообще? Это Португалия, там, Испания, что-нибудь такое. Потому что Таджикистана здесь нет, как бы. Какой же ты всё же расист. Это на самом деле возможность поменять европейского игрока из стартового состава на неевропейского игрока, но только взамен. Чёрт! Ну какого хера? У тебя есть только один вариант, и это Данило. Что такое? Всё, ладно, идём дальше. Тебе что, не нравятся эти великие возможности улучшения? Вообще мне не нравится. Когда Криштиан Роналду у меня сидит в резерве, я не могу его вытащить. Давай, карточка под номером 5. Пусть будет 5. Мне должно подфартить. Карточка под номером 5. Ты готов услышать её? Готов. Это из «Княди в грязи». Это замена игрока стартового состава на игрока с меньшим рейтингом со скамейки запасных. Ох, господи, это серьёзно? О, прекрасно. Тогда я вот возьму, выпущу Данила вот сюда. И 79 сыгранностей. И Криштиана в резерве. Джефф, ты готов это услышать? Давай. Согласно правилам Моздрафта, ты не можешь менять замену и резерв. И ты вообще не можешь ни черта делать со своим составом и с заменами. Но до второго тайма. Вот начиная со второго тайма, пожалуйста, меняй хоть кого, хоть куда. Но резерв, он так и останется резервом. Ты поставил новый рекорд Моздрафта. Лучше тебя команды ни у кого не получалось. И 83 сыгранности. Это на самом деле сила. А сколько Тоти мне вылетело, видел? Я их не взял. Вот это мужество. Это не мужество, это Моздрафт. Смотрю на свою команду, большинство людей улыбаются. Остальные либо держат палец в рот, либо просто держат палец вверх. Но всё равно я надеюсь на то, что моя команда затащит. Я тебе в свою очередь желаю успехов. Давай, братуха, покеда, а я пошёл играть. Спасибо тебе, Джефф, что принял участие в Моздрафте. Ну, разумеется, желаю тебе удачи. Ребята, если вы хотите посмотреть, чем вся эта история закончилась и как сыграл, собственно, Джефф, обязательно переходите на его канал Баба Тумба ТВ. Ссылка на него в описании ролика. С вами был Моз, увидимся в следующем видео.